Вот такой вид у нас в одну сторону из палатки в горы и вот такой в другую, не менее красивый. Варим гречку на завтрак. У меня еще киселек. Вот я заварила. И потом еще будет чаек с вкусняшками. Ой, на кого я уже похожа. Сегодня, кстати, такая жара. Сейчас где-то 8 утра, может, начало 9. Уже сильно жарко. Я вот сейчас майки покажу в одной. А потом пойдем, придется штаны и ботинки надевать. Масло кашей не испортить, как говорят. Вот у меня масло с кашей, а не каша с маслом. Вкусная полезная кашка с утраца. Красотка. Не хочет улетать. Бабочки меня прям любят. Сила и сидит такая. Не одеваться надо, она уселась. Улетать не собирается. Ну что меня так полюбили-то, а? Вон она, вообще не боится. Все, мы двинулись. Начинается наша жесть на сегодня. Снимать, наверное, мало сегодня буду, потому что по этой жести идти и снимать очень тяжело. Представьте, здесь ни троп, ни дорог, просто вот такая тайга дикая. И по ней нам шарашить. Просто непроходимая. Не знаю, видно ли крутизну, но мы вот с этой горы спускаемся. Там, можно сказать, обрыв. Очень тяжко идти. Потом, наверное, по Куруму пойдем. А потом по этой жопе вот дальше. Андрей там пошел обходить. А я вот по этим камням лезу. Мне по камням проще все-таки. Там поскользе я немножко. Страшно, что камни могут посыпаться в любой момент. Пустились к реке. Сейчас пойдем прям по реке, по камням. Блин, это очень опасно. Они прям мыльные, скользкие. Мини-водопадик. Нам туда. Брундучелла. Оп-оп. Опа. По этой жести мы лезли. Вы даже не представляете. Ну где вот там лезть? Там вообще негде лезть. Еще с рюкзаком вот между этих. Мы решили стебениц опять спуститься. Потому что там, вон там, ну непроходимо реально. И будем пробовать как-то по воде все-таки идти. Хоть это и опасно сильно. Никто здесь вообще не ходит никогда. Кроме таких дураков, как мы. У нас есть две тысячи зв 13 ign. Пустилилfolg. джунгли реальные с ним там так опасно лезли по этому водопаду а тут маленько появилось где пройти и вон что дальше творится на камере гораздо проще все выглядит эти места вам точно никто не покажет даже ваш любимый облогат где-то по воде идем а где получается немножко в краю по суше но по суше если честно очень мало получается идти в основном по скользким камням и я там не снимаю потому что очень опасно что с ноги намочить по-другому летает вот 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 Сидим, передыхаем с таким шикарным видом. Где лопухный? Какой лопухный? Да, лопухный лопухный. Счастливый. Не любитель, а что сладкое не любит. Смотрите, какой камень оранжевый. Ну, это не камень. Колешаник, видимо, такой. Очень красивый, прям такой яркий. Обалдеть. А мы тут, как всегда, двигаем непонятно где. Вот эта река, кстати, без названия. По карте есть. А мы движемся к Кичери Москит. А потом вдоль нее нам очень долго идти. Сейчас полегче стало идти немножко. Вышли на такое более-менее открытое место. Не знаю, надолго ли это. Дошли до Кичери Москит. Вот там она параллельно течет. Камни такие интересные вообще. Я бы вот так вот шла и шла, но это ненадолго. Вот такая жестокая тайга. Жесткая, дикая. Ну, вам все равно не передать на камеру, как тут. Я тем более самые жесткие места не снимаю. Просто реально не до съемки. Да и Андрей, я вижу, что немножко раздражается. Потому что нам надо идти, а я тут снимаю. Места опасные, а я снимаю. Вот, поэтому самые такие жесткачные места не получается снимать. Ну вот, я хлебанула то, что хотела. На и дичайшую тайгу. На и дичайшие условия. Жесткие, прям реально. Нам еще идти фиг знает сколько. Дофигища. Я не знаю вообще. Андрей хочет за день кичеру пройти. Ну да, до места нашего. До стоянки. Мне кажется, мы не пройдем. Я пока не спострелась сильно далеко. Ну посмотрим, что нас ждет. Переходим бревно. Я что-то боюсь снимать. Но попробую, наверное. Вот такая река. Печера Москит. Красивый. Такой цвет бирюзовый. Вот перешли на другой берег по бревну. Здесь вот немножко можно еще пройти. Дальше непонятно опять. Как, что нас там ждет. Вот на какое место открытое мы вышли. Но думаю, это ненадолго идти, наверное, будет трудно. Я смотрю, что по берегам негде пройти. Ни с этой стороны не с той. А вокруг вот такие горы. Вот так выглядит все в широкоформатном режиме. Горы, реку, все видно. Андрей вон полез. Сейчас будем там почебряжаться опять. Но это лучше, чем по сланнику идти. Да. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Изрядно замученная, но не побежденная Вот здесь вот сейчас будет капец как обходить Камни огромные, нужно будет подняться выше Они могут осыпаться Зато здесь вот такой водопадик красивенький Вот, вот здесь мне надо сейчас обойти Вернее, по верху надо обходить Как же красиво, а? Ё-моё, так этот камень лежит красиво посередине Вот такой водопад Вообще обалденная красота Кто вам это не покажет? Алина забралась, ё-моё О-моё, здесь вообще опасно идти Камни в любой момент могут посыпаться Прям такая груда Сейчас я там пойду Жесть Очень страшно Такой большой камень, не дай бог, поедет И все за ним посыпятся А больше негде пройти На ту сторону пока тоже нет возможности перейти Там вон можно идти дальше Мы будем искать, где перейти Опять мы уперлись в этот кедр По вот этим жестям лезть вообще не вариант с рюкзаком Но если придется, придется лезть Потому что, блин, реку вообще сложно перейти У него очень течение сильное И нигде нет места, чтобы перейти Андрей пошел поискать, где можно перейти Если нигде нельзя, придется тут ломить А вон те берега такие соблазнительные Там-то идти полегче Да Мешкин ход Нам все-таки пришлось здесь ломить Но Андрей говорит, там метров сто А потом опять на берег выйдем Двигаемся очень медленно Потому что, блин, приходится туда-сюда ходить Но зато красиво Где еще такое увидишь в своей жизни? Ну, короче, к водопаду выше Андрей предложил искупаться Я говорю, ага, как понесет туда-вниз Я говорю, ага, как понесет туда-вниз Какая мощь, какая красота О-моё, вот это водопад У-у-у, нифига ванна Бирюзовая вода Вау, какая красотища Вот бы там искупаться Обалдеть Идем по верхам по реальной жести И вот он, водопад продолжается Здесь такой обрыв конкретный А мы вот так вот ломим Это еще цветочки Ягодки мы прошли Я думаю, еще впереди капец тоже Ой Вон она, Малахитовая ванна вторая Вот так Плохо видно, конечно, через все это дело И мы над этим обрывом ломим Вот так вот Мы вот здесь стоим, лезем Здесь обрыв такой Зато как красиво Посмотрите-ка, вода бирюзовая прям Шикарно Вот эти кадры точно вам никто не покажет Я сама их, не знаю Наверное, бы не увидела никогда в жизни Если бы не рискнула Пойти в такое путешествие дикое Субтитры сделал DimaTorzok Но опять вот лезем По жопе по самой И водопад внизу Обходим Очень длинный прижим И очень опасно обходим Скатиться нефиг делать вам туда Вот мы стоим вот так высоко Кошмар Блин, я смотрю, нам еще обходить и обходить Мы еще не скоро в реке спустимся Ё-моё Мы так медленно движемся Просто жуть Поднялись на самый верх Потому что там просто жесть Реально Я вам все время говорю, что жесть Там жесть просто Но тут реально везде жесть И мы там не могли пройти Там столько опасных мест Я один раз сорвалась Повисла на одной руке на дереве И вывихнула руку немного И если бы я не удержалась Я бы просто вниз скатилась Со скалы с высокой Вообще жесть Там, короче, вообще реально непроходимо Мы сейчас еле-еле по кустам По камням, блин, по всему Вот сюда наверх вылезли И мы сейчас попытаемся По верху сколько можно пройти Потом опять к воде надо спускаться Потому что в воды проще идти, чем по верху И по верху воды нет Если вот попить или приготовить Нам еще идти, идти Это вообще жесть Тут такой километраж огромный Я-то, видите, когда мне Андрей сказал Что пошли этим маршрутом Он меня уверил, что мы успеем выйти за эти дни Я теперь сомневаюсь Потому что скорость реально очень низкая И я переживаю, что У меня билет на 26 А сегодня уже 23 Понимаете, у нас всего 3 дня И даже 3 дней нет Уже 26 мне нужно уже в городе быть А тут, короче, идти, идти Это вообще жесть Очень долго Меня не то, что даже утомляет идти Я могу много дней идти Можно останавливаться чаще И идти, но у меня нет этих дней Это же не просто тайга Это горная тайга И мы лезем Мы не просто идем сквозь тайгу По Бурелому Как я думала, что будет так А мы просто лезем по горам По скалам И еще плюс Вот через вот этот невозможный Сланник Короче, жопу это все Все-таки сниму, где мы лезем Вот просто реально Вот представьте, как тут лезть Вот Андрея почти не видно Просто с огромным брызгаком Нереально Все в смоле, все колется Ветки очень острые А нам еще спускаться надо К реке дофига Вылезли вот на такие камни А там снова обрыв Да, ё-моё Все, реально хочется сдохнуть Прямо здесь У меня неохота никуда идти Вон, кругом камни Алина, хватит мыть, да? Сама же подписалась Вот отсюда мы вылезли Вот из этой жести И вот на эти камни Андрей пошел посмотреть, что там внизу Реально ли там спуститься к воде Если нереально, это жопа Потому что, например, вот этот враг Он там вон опять обходить И опять вот в эту жесть Вот в этот опять Вот Сланник лезть Это вообще караул просто, реально Эти горы, видите Никогда не заканчиваются Вообще просто нам еще Все, короче, Алина, хватит мне тебя стала Алина, хватит мне тебя Ужас! Ужас! Андрей только что скатился Здесь И наконец-то спустились к реке Вышли вот на такое открытое пространство А там опять прижим Велы-палы Реально уже сголбали себе Их облазить И по этому сландику Короче, Андрей мне помог перейти И вот все Я сейчас теперь буду мокрый В ботинках идти Воды вот Выше колена Оказалось Постоянно переходим Броды туда-сюда Сюда А кто у нас лежает Русские колена Русские колена Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Решили остановочку сделать, потому что уже вымотались вообще... Умыться... Посидеть, отдохнуть... Многие не смогут выжимать, потому что все равно поводок... Вода холодная... Продолжение следует... Я показала, что там берега в режиме сильные невозможно... Вот, мы где-то местами обходили вот по такой жопе... И очень медленно двигаемся из-за этого, и устаем... Сил много затрачиваем, времени... Поэтому проще по воде, короче, чапать... Где есть возможность... Просто водопады были? Да, там водопады были... Там никак не пройти даже по воде было... Надеюсь, больше не будет водопада... Надеюсь... Это вид сзади... Такие горы... Это уже сбоку... А мы идем... Тут русло реки, видимо... Ну, в какие-то времена течет... А сейчас вот сухо... А река... Маленько правее... А мы здесь пошли... Так! Так, вот... Берегу с Мангом. 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 Сразу и супчик, и чаёк. У меня супчик такой был прикольный. Сейчас должен. Да, мы вкусненько поужинаем. Тут у нас просушечка такая. Все мокрое насквозь. У меня вот ботинки вообще... Сейчас буду выжимать их до утра. Они явно... Вон вода даже. Явно не высохнут. Опять. Калаточка супер-пупер. Вот тут еще бардак такой небольшой. Кстати, мы встали прямо на Мишаниной тропе, оказывается. Надеюсь, он нас простит. Вот тут она прям проходит. Не только Мишаня. Ну, вот тут Мишаня нам ямку-то нарыл. А, вон там у меня еще штаны весь отсохнут. Так как они по самые трусы мокрые. Мы же бродили много раз. Здесь полезно выжимать. Они не выжимают. Я не знаю, что-то вон там есть. Но все равно утром хоть мои-то... Такие мокрые тоже есть. Стоять не буду. Супенцы долго варятся, блин. Больше такой не буду брать. Но вообще он вкусный должен быть. Еще вот так вот ботиночки замострячили. Их сильно нельзя костру. Но так на расстоянии, чтобы стекали. Хорошо висят. Красушка идет полным ходом. Хорошо возвращаться. Так вот ботиночки. Так жеad programgon. Так вот аудиториум. Доброе утро, земля, в дыме еще даже 5 утра нет. Надо вставать, чтобы успеть дойти этот маршрут. Да, уж собираясь в такой поход, я, конечно, не думала, что мы вот так вот будем в 4 утра вставать, ломить больше 12 часов, просто тупо ломить. Мы вчера даже не обедали вообще, мы просто пару раз орешками перекусывали и все. Андрей не рассчитал время, не рассчитал маршруты, мы теперь вот так вот ломим постоянно. У меня все тело реально болит, все в синяках, в ссадинах всяких. Покусаная, это вообще реально жесть. На 5.43 мы уже завтракаем, вот каша гречневая, у меня с ягодой и молоком, а Андрея просто соленая. Какой-нибудь маслом. С маслом, он не любит сладкую. Вот еще кофе, бутербродик. Надо сытно поесть, чтобы сил побольше было. Сегодня снимать, наверное, мало буду, чтобы быстрее идти. Вот так вот, да, хотели? Анаролий, масляная нога. Привид в джунглей. Лагерь мы уже практически собрали, палатку я собрала, осталось быстро закидать, все будет закидать и идти. Солнышко уже отстает, но его пока здесь не видно. Все, мы двинулись. Время где-то 7 утра, а может даже меньше. Я не посмотрела. Вот в этих джунглях мы стояли. Костер затушили. Все нормально по этой тайге, по жопе ходить. Лишь бы только успеть на поезд. Идти нам, кстати, около 70 километров, и у нас всего два дня. Если бы по-ровному, мы бы нормально прошли. А по такой жести медленная скорость. Надежда все равно умирает последней. Я надеюсь, что мы успеем. Мы вышли в 6.40, я посмотрела. И сразу же уже перешли первый брод. Сразу же от стоянки, потому что там уже сразу был прижим после нее. Все, ноги теперь на весь день мокрые. Хотя они и были мокрые. У меня за ночь ничего не просохло. Пришлось надевать мокрые штаны, мокрые носки, мокрые ботинки. И сырая вся одежда, конечно. Ну все, прорвемся. День наша не пропадала. День наша не пропадала. Вот и скупались. Следы пескуна, следы небольшие. О, посмотрите с моей ногой. Большеваться лет, но не совсем. Бывали и больше дорогие. Опять сильный прижим вообще. Либо вот там опять лезть, это ужас. Либо вот здесь по этим огромным камням, и опять там где-то деревья, где-то камни. По воде практически нереально идти, течение очень сильное. Играет музыка. Играет музыка. Вот такие глыбы огромные. И нам вот так вот в обход лезть наверх. А потом по кустам. На такие высоты нам приходится забираться, чтобы обойти прижим. Вон она, река сильно внизу. Представьте, вот по такой горе лазить, чтобы просто прижим обойти. Это я еще вам снимаю в таком месте свободном, где можно снять. Но когда лезешь вот через это, это вообще капец. И вот здесь вот Андрей лезет сейчас опасно. Очень большой срыв. Не дай бог скатиться вниз. Какие дела. И маршрут, конечно, интересный. Я такое люблю. Но времени у нас очень мало. Это расстраивает. Река где-то далеко внизу. Мы не можем спуститься, потому что у нас скалы прижимают. Нам приходится, наоборот, еще выше подниматься. По таким вот жестям. И это еще цветочки я показываю. Там, где попроще. Ну, ничего, прорвемся. Прорвемся. Думаю, дойдем все-таки. Надеюсь, все очень. Опять вышли на Курум, лезем наверх. Потому что по низу не можем пройти. Не можем нигде спуститься. Приходится, наоборот, лезть наверх постоянно. Обходим гору. Река вообще очень далеко. Нам пришлось прям конкретно очень сильно обходить. Там, где мы залезли. Залезли на самый-самый верх. И гору просто залезли где-то с той стороны далеко-далеко. И вот так вот ее всю вокруг обходим. Здесь вот такое буреломище. Жесткий прям. Но бурелом для меня лучше, чем сланик. К которому идти вообще нереально. Вот сейчас будем лезть и как-то к реке выбираться. Реку даже не слышно отсюда. Очень она далеко. Нам по такому лесу конкретно уметь. Но такой лес я больше люблю все равно, чем сланик. Он мне более привычен. Так. 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 Идем по лесу опять. Медвежие ямы нашли. Медведь. Брундукла развел, видимо. Со всех сторон подрыт. Подрыто вон дерево конкретно. Ой, господи. Мы идем по такой жести. Эта жесть мне более привычна. Мне даже нравится. Теперь вот так спускаемся. В такой жесткой горке. Наклон тут приличный. Еще мох скользит мокрый. Хорошо, что дождя нет. Дождь бы вообще была непроходима. И вот так вот. Надеюсь, что в associated с тем, что она уходила. Зацепились? Повыше? Медведь. О, там, уходим. Идем. О, там, там, о. Уходим. Выходим. Счастье. Вот а дождь обычно. О, там, подорожка. Красивая-то хруст. О, там, там, вон. У меня уже зажило. А, все съели. Можно правее обойти. Огощат. Тут вот такие ямы. У меня уже несколько раз много провалилось. Под мхом их не видно. Вот это место хотела вам показать. Красивое. И камни во мху все. У меня такие места сказочные, мне кажется. Вообще вокруг такая красота. Лесная. Мне очень нравится. Красиво, красиво. Очень. Лес для ночи. Комары зажрали вообще мне. А почему я без накомарника? Потому что в нем ничего не видно. Башкой долбишься обо все подряд. Накомарник неправильный с зеленой сеточкой. Надо с черной покупать. А без кофти? Потому что мне жарко. Аж жуть. Так. Лучше пусть меня жрут и царапаться буду. Чем жариться и вся мокрая в кофте идти. Подтверждаю. И так весь поход. Вот они, мишанин лапы. Плохо их видно. Такой небольшой пистунчик. Вон они. Они как бы размазаны немного. Вот он тут рылся чего-то немножко. Родил по лесу. А мы идем по мишаниной тропе. Да она то пропадает, то появляется. Мишаня протоптал. Раз он протоптал, мы идем по ней. Значит она явно к реке ведет. Ну да. Скоро выйдем к реке. Вот мишанин помечал свою тропу. Так он метит. Но это еще так. Чуть-чуть почесал. Я говорю пистун, наверное, какой-то небольшой. Ломим, ломим через лес. Дальше. Отлично. Так. Давайте снять. Ну все добавим. Давай это они емкорины. По мелочи. Подробно плачанье. Напераем, да. Плこれで плачанье? Пл обачаньеformation рvertелин quyги, короче я сдалась потому что вот просто вот я сдалась надела на комарник и кофту все не могу меня просто всю залепляют всю меня съели я терпеливая долго терпела но все полезу еще нормально в кофте идти можно пройтись ай блин сейчас к реке выйдем там будет скорее всего жарко если на солнце будем идти блин вся рука в комарах там опять придется раздеться не могу жарится булевом наше все вот примерно так проваливаться на камере проще все выглядит гораздо кажется еще ровный лес а нет он ведь андрей утонул зелень там яма везде под ногами бурелом и камни наконец-то вышли к реке спустя блин фиг знает сколько времени и сколько километров это вообще умылись наконец-то и опять ноги намочили уже бродили такая горная река ой таежная горно-таежная короче я бутылку с водой потеряла жалко так вообще бутылка дорогая хорошая жалко бутылку и не то что мусор в лесу останет шнурите на камни как будто сердце следите еще одного пистунчика маленькие таки вот по сравнению с моей ногой небольшой медведь но уже один ходит рядом нет больших следов вот он шел-шел и мы также идем по следам мишани вот он шел-шел и не очень Перекусываем манго и орешки Конфетка А вокруг такая красотень Которую только что бродили Вы такой прижим огромный обходили Вы не представляете Таким кругом просто реально Несколько часов его обходили Наверное, что полтора-два, наверное, точно По таким жопам И я потеряла бутылку свою Жалко, бутылка такая хорошая, дорогая Ну ладно, будет повод новую купить Может еще красивее Но лучше Не будем отчаиваться Вот так примерно вокруг Вода течет с двух сторон Вот здесь еще позади меня Мы сейчас идем по Кичера-Москит А потом хотим до Кичеры дойти И потом еще по Кичере пойдем Перекусили Попили, отдохнули И жизнь медом показалась Но это до первого прижима Потом буду реветь идти Реально Я реву, потому что боюсь Что мы не успеем выйти К поезду к моему Мне страшно Ответственность высокая на мне висит В плане похода следующего А там человек уже билеты купил Я переживаюсь за это Что не успеем выйти Я его подведу Камень такой интересный Как будто его специально так разукрасили Надо же, породы две смешались Интересно так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И все Мы, короче, решили сделать остановку Покушать И покупаться Здесь такая небольшая ямка Как бы Как ванна И вот искупаемся от кота От укусов От всего От сарапин От пыли Аааа Камары живут Вот мы уже замострачили Натаскали дров Благо тут лес рядом Далеко ходить не надо Вода рядом Все рядом, короче Разгорается быстро Все сухое Сейчас просто Гречку вот такую Вот с лесными грибами Кашу гречневую сделаем Три пачки на двоих И потом еще Чайку с какими-нибудь вкусняшками У нас там есть Еще батончики какие-то Ягода есть Штаны я всей заграла Блин В этом лесу Все в дырах Купец Все в дырах Попытаюсь Вода ледяная Просто С другой стороны Надо представить Что я перехожу дров Вот когда я сейчас Я иду босиком И как-то не жарко Совсем Страшно Жуть Я всегда таких моментов Боюсь Я мерзлявая И хочется И колется Всегда так Я не знаю Я не знаю Продолжение следует... 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 если от большой реки то полтора часа от ручья в час короче остановились тут где-то в жопе мира и попить потому что уже невозможно и вот нас дышать невозможно в этом на комарнике я его подняла мне сейчас просто жрут заживо видите сколько комаров тут очень много даже грызут через одежду сейчас посидим попьем и дальше пойдем решили срезать через лес что побыстрее получилось не знаю получится ли нет выйдет нам главное чтобы нам сильно влево на кичеру не выйти если нам обратно нет нет мы как раз поппендикулярно выйдем нормально говорят выйдем вот такой лес кажется мирным красивым хорошим в принципе он такое есть да злые только комары и еще не понятно как далеко люди отсюда вернее понятно что их вообще лежащих непонятно сколько километров нет вот такая суровая тайга просто ужас вот штаны вгрызаются в руки везде в лицо во все они даже умудряются на комарник залетать это очень реально и мы наконец-то вышли на реку спустя на часа три рождение по лесу съедаем и комарами мы сейчас ими съедаем и видите чем и вот пожалуйста следы мишанины все как надо все нормально вот след мишанин свеженький сейчас буду умываться наконец-то дышать и пить и все вообще делать вообще просто жесть а сейчас нас едят да вот 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 Забейте вода! Вода! Нет пуминта! Вот какой красавчик на мне сидел! Но на рюкзаке! Супер! Красивый, огромный такой! Я его взяла вот на рукав сейчас! Ах, комары съели! Посажу сейчас! Не знаю, фокусируется? Нет, ничего не вижу! На ветку посажу! Остановились чуть-чуть перекусить! И вот опять мишаневые следы! Мишани, короче, везде подходят! Он как-то, видимо, вот так шел! И вот там он следы почему-то как-то! А может оттуда сюда шел! Ну, в общем, следы такое ощущение, что свежие! А мы вот решили быстренько перекусить! Надеюсь, умыться, попить! И дальше пойдем! Жутко уже устали! Вообще вот плечи отваливаются от рюкзаков! Мы реально столько километров сегодня по такой же жестко просто идем! Но мы не сдаемся! Мы хотим зайти до Кичеры! А может даже и дальше! Наконец-то мы дошли до Кичеры! Я не верила вообще, что мы сегодня до нее дойдем! Мы шли по Кичере москит! А это Кичера! Кичера москит! В нее впадает вот эту Кичера! Она сильно бурная, широкая! Нам надо на ту сторону! И вот мы не знаем! Ее очень тяжело перебродить! Вообще может нереально! Может придется палатку сегодня здесь ставить! А завтра искать, где можно ее перебродить! Видела! Так, мы уже, короче, поставили лагерь! Нам было вообще не до съемки абсолютно! Вон наши шмотки! Посреди прям леса! Недалеко от реки! Вот так расположились! И уже варим там себе супчик! Рис! И добавим туда сырную лапшу! Будет такой у нас суп! Вот! Нам вообще было не до съемок! Потому что нам надо быстро найти было место! И мы все были мокрые! Потому что мы вот эту вот реку огромную перебродили! И мне было там по пояс! Мне было по пояс воды! Ой! Какой по пояс? По грудь! И я там реально перетрусила вообще! Я так испугалась! Потому что меня в одном месте чуть не унесло! Прям с рюкзаком! Вообще страшно было! Потому что такие реки высокие! По грудь прям никогда не бродило! Течение очень сильное! Мы с Андреем друг друга держали! Ну не понятно кто кого! Он меня больше! Конечно если бы не он! Я бы не перебродила такую реку! Мы намочили рюкзаки! Но мы там постарались минимизировать все что! Ну чтобы намочить вещи там всякие! Чтобы убрали повыше! Которые нужны! Я там еще снизу пакет запаковала! И рюкзак намок! Там кое-что намокло! Но не критично! Вот! И мы были все мокрые! Все замерзшие! Нас просто заживо сжали! Комары реально! И мы тут вот перебрели реку! И какое-то расстояние еще немного прошли! Нам реально было не до съемки! У меня телефон был в пакет завернутый! Убран верхний клапан! И даже когда мы перебрели! Пробрели! Перебрели! В общем я не могла это! Телефон достать нам не до этого было! Некогда было! Комары жрали просто! Неимоверно! И вообще надо было костер делать! Лагерь ставить! Палатку! В общем делов было полно! Не до съемки реально было! Вот сейчас немножко как-то все сделали! Переоделись сухой! И расслабились! У нас костер горит! Суп варится! Палатка стоит! Все хорошо более-менее! Все правда сырое! Мокрое вообще! Еще такие тучи на небе! Походу завтра или сегодня ночью! А может и сегодня ночью! Завтра будет конкретный дождь! Это вообще плохо! Потому что нам завтра еще километров 30! Представляете! Шагать! Нам за завтрашний день нужно это все пройти! Сегодня восьмой день! Как мы в тайге! Ой! Наши вещи все сохнут! Висят! Плохо видно правда! Они конечно не высохнут! Потому что влажность высокая! Еще если дождь пойдет! Их надо будет на ночь куда-то убирать! А куда не понятно! Потому что в палатку мокрые вещи не вариант тащить! Какие дела! Красная шапочка волкам обед готовит! Голодным! Я сама не красная шапочка, а волк тоже голодный! Понятно! Не! Но красная шапочка для маскировки! Молчится! Понятно! Доброе утро земля! Ночью был дождь! Очень сыро все мокро! И возможно сегодня опять будет дождь! Время 6.12 по-моему! Мы сегодня чуть позже стали чем вчера! Рассчитывая на то, что сегодня будет тропа! Ну такая! Еле-еле заметно! Андрей сказал, что вдоль этой реки должна быть тропа! По которой охотники ходят, а рыбаки! Потому что мы уже... У нас последний ходовой день приближаемся к поселку! Но до поселка еще километров 30-35! Если не больше! Сегодня снимать я наверное буду мало! Комары живут невозможно! Надо по-быстрому все делать! Из-за того, что все мокро! Мы костер не будем жить! Решили на газу завтра готовить! Не знаю получится ли у меня снимать! Вот видите палатка вся мокрая! Придется мокрую нести! Я еще растягивать ее не стала! Она прилипла к палатке самой тент! И палатка тоже немного намокла! Это плохо! Ой блин! Как же комары-то жрут! Сейчас обстановку покажу! Вокруг! Вот ночью я встала! Убрала вещи какие вспомнила! А вот эти вот не вспомнила! Они намокли! Да и те которые убрала! Они все равно мокли все! Еще высохнуть не успела! Придется в мокрую одежду одеваться! Вот так вот палатка стоит! На фоне вот такой реки! И полностью просто... Просто тайга! И где в которой жрут просто невозможно комары! О! У нас что в походе! Настоящий омлет! Сублимированный у меня был с собой пачка! Ну правда мы жиденькие его сделали! Но ничего! Не рассчитали воды! И вот тут еще каша! Офсяная! С ягодами! Тут у нас костерок! Вот так вот! Завтракаем! Завтрак на мку! На траве завтрак был? А у нас завтрак на мку! У нас сегодня нелегкий путь как стоит! Очень длинный! Надо хорошо подкрепиться! Постановка, наверное, мало придется делать! Слышите! Собложенная трава в крем! Маска, сыр в варенье! Ну правильно! Все должно быть под рукой! Ну в данном случае под ногой! Клеп с вареньем в походе на девятый день сегодня! Восьмой по-моему! Восьмой разве? Ну может девятый! Не знаю! Вышли семнадцатого! Сегодня двадцать пятое! Угу! Взятый! Взятый день! Варенье, масса, сыр вообще! О! Какой паук! Только не кусай меня! Только не кусай меня! Только не кусай меня! Ну я его взяла, посадила на листья, а он обратно на меня залез и не хочет на листьях сидеть! Он сфотографироваться хотел! Ну давай! Уходи! Ну давай! Нет! Вот вообще не хочет уходить с меня! Давай, давай! Лежа обоняние-то очень сильное! У нас руки может бедой пахнут! Ну давай, перелазь! Ну давай! О! Уходи давай! Вот так же его посадила! Он каким-то макаром опять на мне оказался! Он не знает! Уходи! 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова